Всем здравствуйте, друзья! Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом и сегодня мы с вами рассматриваем такую тему Деньги в отношениях. Так можете себе и записать Деньги в отношениях с партнером Насколько это важно, почему это важно, как это, собственно говоря, разделять, как это вообще понимать Многие-многие люди, клиенты мои, сталкиваются с тем, что будь они замужем, будь они женаты Но как такового понимания бюджета нет у многих Почему нет? В принципе, работают оба, зарабатывают оба, либо работает кто-то один И здесь совершенно-совершенно разные моменты, которые будут влиять на то, как человек будет относиться Как человек будет работать с бюджетом, как человек будет работать с деньгами И прямо сейчас у вас есть возможность прояснить для себя, что можно делать И что можно создавать для того, чтобы у вас все было хорошо с финансами, с бюджетом Все было хорошо с пониманием того, как в отношениях это может распределяться У кого-то, конечно, все просто Есть пары, которые живут до конца жизни и работает один партнер, а тратят одинаково Либо работают вдвоем и вообще не важно, кто зарабатывает больше, кто зарабатывает меньше И это достаточно непростая тема для других Почему говорю для других? Потому что у многих возникает на этой почве конфликты А еще бывают конфликты настолько завязаны на том, что человек не понимает, как потом, откуда и куда и когда Доставать свое имущество Вот давайте определимся, что значит отношения Какие они могут быть с деньгами и в паре Будьте внимательны, давайте разбирать основные моменты Во-первых, если у вас, вы должны сейчас, прямо сейчас определить Есть ли у вас тот, кто зарабатывает больше Либо есть ли у вас тот, кто не работает в отношениях Второй момент, это какие у вас есть потребности То есть у вас есть базовые потребности Это внешность, это здоровье, это одежка какая-то, это бензин на машину В общем, у каждого, у каждой семьи там свои моменты И каждый приблизительно должен знать, сколько в месяц уходит на покрытие ресурса вот этого организма Чтобы этот организм мог себя хорошо чувствовать У каждого хорошо по-разному Для кого-то хорошо в Дубае, для кого-то хорошо в Крыму Для кого-то хорошо работать по 12 часов, а кому-то хорошо работать 3 часа Соответственно, вы знаете о себе лучше всего многие нюансы И соответственно, следующий момент, это выяснить с вашим партнером То, насколько вы доверяете друг другу Насколько вы доверяете финансы И насколько вы даете обратную связь друг другу И отчет по прожитому По тому, что становится, грубо говоря, вами Что значит становится вами? Вот это я ела, это стало мной Вот это я ношу, это уже почти я Собственно говоря, то, что вы получаете Важно с партнером договориться Насколько вы можете действительно в симбиозе тратить деньги Если вы понимаете, что один партнер тратит много А второй по этому поводу нервничает Обязательно сесть за стол переговоров И сделать для себя выжимку Кто сколько может тратить И кому можно, кому нужно, кому важно, кому не важно Это важная математика Следующий момент, который вы должны включить в свою жизнь Обязательно включить, друзья Это очень сильно повлияет на ваши выборы Договориться с другим Если тот второй, да, если тот второй не согласен о ваших тратах Вам обязательно договориться с человеком о том, что ты можешь тратить или не можешь тратить Я тебе позволяю или не позволяю Я готова работать вот столько, а ты готов работать вот столько Если ты понимаешь, что действительно у тебя есть стол переговоров И ты можешь заявить о том, что да, мне сейчас мало Или мне сейчас много Или мне сейчас достаточно Или ты можешь мне по-партнерски выделить деньги Эта ситуация решена Нужны ли сбережения отдельные? То есть отдельный счет на случай развода Отдельный какой-то момент на случай перехода в какую-то другую реальность